Приветствую! Джон Вик – кино, которое, казалось бы, нахрен никому не нужно, ведь время боевиков категории «Б» давно прошло. Да и вообще, в очередной раз злая русская мафия, суперкрутой киллер, вышедший в отставку, мы видели это уже сотню раз, о чём вы? Если ваше мнение хоть немного совпадает с предыдущим монологом, то я как минимум постараюсь вас переубедить, а как максимум привить лёгкую влюблённость в эту странную вселенную с киллерами, векселями и кровной враждой. Должен сказать, что вселенная Вика началась для меня с второго фильма, от которого я уж точно ничего не ждал, но в итоге получил бурный коктейли с Киану Ривза, Неонуара и невероятнейшего стиля, пропитывающего всё, вплоть до запонок на костюме Джона. Та вселенная, которую я увидел, перекрывала все минусы картины, которых в принципе не очень много. Та же самая странная мотивация и сценарная линия главного героя, всё равно умудрялись плавно ложиться на этот необычный мир, который кишит наёмными убийцами, но при этом умудряется иметь целую налаженную систему взаимодействий по всему миру. И это не выглядит странно. Ты смотришь на это, и эта досконально проработанная утопия уже не кажется такой безумной. Что ж, пора понять, кто главный виновник существования такого продукта, потому что, уверяю вас, вся эта вселенная есть плод мечтаний двух людей, Чада Стахелски и Дэвида Лича. Это два режиссёра фильма, но они не совсем обычные представители режиссёрского цеха. Для начала нужно знать, что хоть Лич и Стахелски команда и всё делали вместе, в титрах режиссёром значится только Чад Стахелски, но при этом он убрал своё имя из продюсеров. Всё это сделано из-за того, что гильдия режиссёров Америки имеет довольно-таки жёсткие правила, одно из которых гласит, что режиссёру фильма может быть только один. Лишь за редким исключением гильдия позволяет работать вместе. Из-за этого в своё время из неё со скандалом вышел Роберт Родригес. Гильдия не позволила ему указать в со-режиссёрах Фрэнка Миллера, когда он работал над городом грехов. Что же такого необычного в наших режиссёрах? Оба они бывшие профессиональные каскадёры, доведшие своё ремесло до совершенства, и в 97-м году возвели его в абсолют, создав свою компанию по производству экшен-дизайна под названием 87-11. Дэвид Лич пятикратно был каскадёром Брэда Питта и несколько раз Жан-Клод Ван Дамма. В итоге уже со своей командой получил две премии гильдии киноактеров за фильм «Ультиматум Борна». В свою очередь Чад Стахелски участвовал в съёмках фильма Алекса Праяса «Ворон». После гибели исполнителя главной роли Брэндона Ли на съёмочной площадке Стахелски, который был его дублёром, доиграл роль Эрика Дрейвена в нескольких оставшихся сценах. При этом при помощи спецэффектов на него было наложено лицо Брэндона Ли. В 99-м году, благодаря внешнему сходству с Киану Ривзом, он стал его дублёром в фильме «Матрица» и последующих сиквелах. А в 2005-м был дублёром Хьюго Уивинга в «Ви» значит «Вендетта». Джон Уик стал дебютной картиной как для Стахелски, так и для Лича. Два бывших каскадёра и постановщика трюков взялись за не самый амбициозный проект и проработали его до мелочей. Начало фильма есть не что иное, как раскрытие зрителю главного персонажа, выдача ему мотивации и демонстрация настроения всей франшизы. Одна из первых деталей — это книга Филиппа Джо Диддио, в которой он собрал все работы известного португальского архитектора Альваро Сизо Виэйры, который в 92-м году был удостоен Нобелевской премии из мира архитектуры, Притскеровской премии. Во время награждения жюри заявили, что работы Сизы, отлитые Свету, и в этой обманчивой простоте скрывается много секретов. Описание крайне схожее с характером персонажа Киану Ривза, и как бы книга там очевидна не случайно. Звучит не очень, поначалу это кажется высшей формой притягивания за уши, но создатели действительно уделили большую часть времени книгам. В интервью о Прокс Ривз рассказал об интересном хобби его персонажа, которое в итоге решили убрать. В первом сценарии Джон Вик реставрировал старые книги в кожаном переплете, и они даже сняли эти кадры, но в конечном итоге они не вошли в фильм. То есть они пытались раскрывать характер не только с помощью книг на заднем плане, но и сам Вик в первоначальном сценарии должен был взаимодействовать с какими-то старыми фолиантами. И даже на этом не все. Чуть дальше по фильму Джон приезжает в аэропорт, попутно пересекаясь взглядом с охранником, который читает книгу Шибуми. Роман американского писателя Родни Уильяма Уитакера. Главный герой книги – убийца в отставке, который также вернулся в преступную игру. Вига Тарасов, главный антагонист картины, как раз описывал сцену из этой книги. Я видел однажды, как он убил троих в баре карандашом. Весь дом Уика напоминает о его жене, если точнее, то это ее отличительный знак – Маргаритка. Вот цветок на ее кружке, и вот он на браслете, и в своем прощальном письме, с которым ему прислали собаку по имени Дейзи, что в переводе с английского – Маргаритка. Дейзи. И жены. Идеей подобного микса характера и умений выступил сам Киану. Он не хотел, чтобы персонаж выглядел однобоко, просто профессиональный киллер. Нет, его видение включало уязвимость, как физическую, так и душевную. Именно поэтому мы можем видеть такой спектр эмоций. Где-то это ярость, где-то потерянность, а порой даже слезы. Все это сделало Вика невероятно живым. Довольно яркий пример уязвимости мы можем видеть в первой драке в Континентале с Мисс Перкинс. В первоначально прописанном акте, герой Киану не должен был быть в труханах. Он сам предложил такой выбор одежды для сцены, мотивируя это тем, что хочет чувствовать себя уязвимым в кадре. Но мы-то знаем правду. На следующий день после того, как Джону привезли собаку, он отправился за покупками для нее. И после заехал на заправку, где мы впервые увидели одного из антагонистов. Это Иосиф. О чем он, как любой добрый и порядочный русский, сообщает с помощью набивки на пальцах. Уик уже был в магазине, потому что на заднем сидении видны разные игрушки для Дейзи. И сейчас он отправился в аэропорт, где выпустил все свои накопившиеся эмоции, сожгя пару покрышек. Эта сцена на первый взгляд довольно посредственная и абсолютно не нужна. Но на самом деле она приоткрывает одну из главных тайн этого фильма. Это подготовка Киану Ривза. Начнем с того, что те кульбиты на машине, которые вы сейчас видели, выполнил сам Ривз, что уже дает некоторую пищу для ума, ибо ты не сможешь просто сесть за руль и без знания экстремального вождения даже вовремя нажать на ручник, не говоря уже о том, чтобы войти в управляемый занос. Киану Ривз прошел целый курс обучения экстремальному вождению и в принципе на протяжении четырех месяцев подвергал свое тело суровым физическим нагрузкам, занимаясь каждый день по восемь часов. Помимо обычной качалочки, он учился боевым искусством, тренируясь с лучшими профессионалами мира из 87-11. В этом и заключается основная идеология режиссеров. Ты можешь придумать лучшую хореографию, досконально проработать сцену, но большинство проектов делают это без главного действующего лица. И когда приходит время съемок, вы просто не можете поверить в реальность происходящего, что главный герой реально может сделать все то, что он делает с помощью дублеров и монтажа. Они подготовили Киану и использовали лучших каскадеров. Прежде чем сделать какой-либо трюк или прием, создатели удостоверились, что главный актер справится с задачей, что он будет выглядеть органично в той обстановке, которую они для него готовят. Именно поэтому 90% трюков и боевых сцен Киану Ривз выполнил без дублера, что позволило раскрыть потенциал идеи на все 100. Фильм продолжает один из главных сюжетных поворотов, рождающий Вики ту мотивацию, с которой он проследует всю оставшуюся картину. Убийство щенка и забранная машина, ради которых он перебьет 77 человек. Мотивация, мягко говоря, не очень сильная, и стоит сказать, откуда ее вообще взяли. Эта история частично вдохновлена случаем из биографии бывшего морского котика Маркуса Латерла. Ему подарили щенка-лабрадора, которого он назвал Дейзи, в честь членов своей команды. Однажды ночью он проснулся от звука выстрела, и, выйдя во двор, он увидел свою застреленную собаку и четырех мужчин, уезжающих в рассвет. Он взял две свои 9-мм береты и на своей машине преследовал их по четырем округам, пока их не схватила полиция. При этом эти пацаны угрожали Маркусу и никак не раскаивались содеянным. Как он признался позже, он пощадил их, потому что и так уже убил достаточно людей. Представители криминалитета отправились сбывать товар местному барыге-механику, который быстро признал в бесхозной машине имущество своего друга, вскоре прибывшего с надеждой забрать автомобиль. Джон Легуизама, сыгравший Аурелио, владельца данного заведения, дает Вику новую машину, и тот отправляется на раскопки своей прошлой жизни. Происходит полное перевоплощение от мирской жизни к жизни профессионального убийцы. В одной из сцен он демонстрирует свою татуировку на спине. Fortis fortuna adjuvat. Латинская поговорка «Судьба помогает смелым». Этот девиз часто используется разными военными подразделениями по всему миру. В частности, это девиз для третьего батальона морской базы в заливе Каниохе, Гавайи. Это намек на военное прошлое Вика, до того, как он стал киллером. А также, вполне вероятно, что это дань уважения отцу Киану Ривза, который был уроженцем Гавайев. Все эти детали, которые не спешат объяснять создатели, вместе образуют целый мифический мир со своими законами и недосказанностями. Те же самые золотые монеты, которые мы могли видеть минуты ранее, еще совсем непонятны, но крайне колоритны. При создании вселенной авторы решили специально многое не объяснять, чтобы оставить определенную пелену тайны и загадок. Оба режиссера говорили о том, что считают нынешние фильмы слишком казуальными и считающими зрителя идиотом, который не способен сложить малейшую логическую цепочку из деталей, оставленных авторами. Им показалось, что все слишком сильно разжевывают, не оставляя простора для фантазии. Именно поэтому они решили внести эти отсылки, раскрывающие мифический мир убийц, для каждого по-своему. За Джоном посылают отряд зачистки, который должен его убить, и мы впервые видим всю мощь подготовки Киану Ривза. Здесь он раскрывается во всей красе. Удары, перекаты, эффектные захваты очень крутые. Но нас интересует немного другой аспект. Фильм неожиданно для зрителя сделал ставку на ультранасилие. Здесь мы спокойно можем наблюдать густой фонтан крови из головы обидчика, выпущенный практически в упор. Сейчас после Дэдпулов и Джокера мы понимаем, что фильм 18+, может собирать хорошую кассу, но в 2014 практически любой фильм пытался показать как можно меньше жестокости, чтобы получить заветную плашку PG-13. И на фоне подобной тенденции Джон Уик выбивается как никто другой. Этому есть объяснение. Стахелский и Линч, помимо любви к холодному оружию, крайне неровно дышат в сторону огнестрела. Все эти приемы дзюдо, в перемешку с пулеметными очередями, рождают стиль под названием ган-фу, аналогия ган-оружие. Режиссеры не первооткрыватели данного стиля. Еще в 86-м на свет выходил фильм Джона Ву «Светлое будущее», где можно было его впервые увидеть. Они же впервые ввели оружие в свою хореографию на съемках «Матрицы», а в Джоне наконец довели его до идеала. Что же такое ган-фу? Это в основном стрельба с близкого расстояния, совмещенная с боевыми искусствами и представленная в качестве грациозного представления. Разобравшись с бандитами, Вик пошел открыть дверь местному полицейскому, который, увидев трупы позади него, не придал этому значения. Это очередная деталька, приоткрывающая загадочный мир картины. Мы все так же не понимаем, почему персонаж не действует так, как свойственно обычному человеку. Сценарий постоянно ломает шаблоны и выходит за рамки привычного. Любой другой фильм тут же бы пустился в объяснение, почему так произошло, кто этот полицейский и зачем он тут вообще нужен. Но здесь нет. Представитель закона добавляет уйму вопросов, но при этом придает определенный колорит личности Джона Вика. Следующие гости оказываются чистильщиками, которые также в курсе всего и без особых вопросов сразу принимаются за работу. Зритель постоянно оказывается в роли зеленого новичка, который должен все схватывать на лету, потому что никто не будет останавливаться, чтобы объяснить тормозящему зеваке столь понятные и знакомые всем обычаи этого мира. Джон направляется в одно из главных мест для всех киллеров – Континенталь, который имеет уникальные правила. Любой, кто прольет кровь на его территории, подлежит уничтожению. Что-то подобное описывал Джордж Оруэлл. Во времена гражданской войны в Испании в Барселоне существовал отель «Континенталь», на территории которого царил нейтралитет. Создатели фильма пошли немного дальше, и теперь на входе в отель вас ждет администратор по имени Харон, которому надо заплатить золотую монету, чтобы попасть в номер. Теперь, называя мир картиной мифологическим, я не так далек от истины. Харон в греческой мифологии – это перевозчик душ умерших через реку Стикс, которому надо было заплатить монетой за проезд, или, так сказать, пропуск в загробный мир. Следующая локация для посещения – это клуб «Красный круг», который отсылает к одноименному фильму Жан-Пьера Мельвиля, во многом вдохновивший создателей. Пробираясь в клуб, у Джона случился забавный диалог с одним из охранников. Этот вышибала – это Кевин Нэш, бывший рестлер, которому выдали такое камео, о деталях которого он рассказал на одной из конференций. Оказывается, охранник рассказывал Вику совсем не про вес. Он говорил ему информацию о количестве людей внутри. Убив первого из своих обидчиков, Вик узнал, что Йозеф находится в бане. Алфи Аллен, актер, сыгравший Йозефа, специально посещал русские бани в Нью-Йорке, чтобы отточить свой акцент как можно более точно. В данной бане впервые заиграла великолепнейшая песня англо-немецкого дуэта «Коллайда». И явно ни одному мне не доставляют, потому что практически вся боевая сцена в этом клубе смонтирована под битой этой музыки. Я бы вставил ее целиком, но их треки запрещено вставлять в ролик. Во время сражения Джон получает большое количество увечий, и все заканчивается эффектным падением с большой высоты. Это один из единственных трюков, который исполнил дублер Киану. После этого он возвращается в континенталь, и ему залатывают его ранения, после чего он со спокойной душой ложится отдыхать. На этом первая часть разбора подошла к концу. Я постарался вытащить из этой половины фильма все самое интересное. Во второй части мы разберем оставшуюся половину картины. Вас все так же будет ждать большое количество деталей, но помимо этого я уделю внимание важности цветовой гаммы в фильме, как она работает и что по ней можно понять. И самое главное, я разберу связь этой картины с матрицей, ибо ниток, ведущих к фильмам в Ачовске, целый клубок. И да, я вынужден попросить вас о распространении этого видео, потому что с вероятностью в 90% оно получит желтый бакс. А это значит, что в большинстве своем оно никуда продвигаться не будет. Еще 25 числа я загрузил черновой монтаж на проверку, и на нем до сих пор висит желтый бакс. А всем самым стойким зрителям, кто досмотрел до этого момента, я могу предложить перейти в группу ВК. Там будет несколько деталей по первой половине фильма, не вошедших в основной обзор, и обсуждалка, где вы сможете пообщаться и выразить свое мнение по фильму или деталям. Я и сам с удовольствием присоединюсь к обсуждению. В общем, на этой хорошей ноте я заканчиваю обзор. Меня зовут Андрей, вы на канале Таймонд. До скорой встречи.